А теперь непосредственно об оперативной обстановке. И сегодня ночью наша страна подверглась очередному нападению с воздуха со стороны Рашистской Федерации. Было запущено 20 ударных беспилотников типа Шахет-131-136 с мыса Чауда, это временно оккупированный украинский Крым. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями воздушных сил обороны и мобильными огневыми группами сил обороны Украины было уничтожено 17 ударных беспилотников типа Шахет. В основном все эти беспилотники были уничтожены в пределах Одесской области. То есть мы делаем вывод, что все 20 беспилотников направлялись в сторону города Одессы и Одесской области для нанесения ударов по объектам инфраструктуры, портовым объектам мы знаем. Ну а также мы не исключаем, потому как это неоднократно уже повторялось, по жилым и гражданским объектам. Далее за вчерашние сутки враг нанес в 60 ракетных ударов, помните, да, мы вчера разбирали его, массированный ракетный удар, 90 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь ввелся как по нашим войскам, так и по прилегающим населенным пунктам на всю глубину досягаемости огневых средств противника непосредственно от линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки авиационные удары вражеской авиации наносились в таких областях, как Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская и Херсонская. Артиллерийский огонь вражеской артиллерии по населенным пунктам и нашим войскам ввелся в основном на всей линии соприкосновения с Аркастаном. Это и государственная граница Черниговская, Сумская, Харьковская область и линия фронта Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по оперативным направлениям. Здесь обстановка, начинаем с севера, Волынская и Полесская направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений, никаких пока новых введений, новых учений или новых заяв не прозвучало. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник тоже сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Продолжается наращивание группировки войск Белгородской области. Прибывают очередные эшелоны. Есть информация о том, что прибыл танковый батальон. Поэтому некоторые источники распространяют, что появились танковые подразделения. Но они входят в состав мотострелковых и подразделений. Обязательно в мотострелковом полку три мотострелковых батальона и один танковый. Поэтому и еще отдельно дают иногда усиление с танковых полков, дают усиление по батальону для пехоты. Поэтому это неудивительно. Но группировка наращивается пока что очень медленно на сегодняшний день. Мы отслеживаем эту ситуацию. Наша разведка постоянно контролирует этот процесс. Поэтому пока все находится в режиме ожидания, в режиме накопления. Враг накапливает группировку. Мы наблюдаем за его действиями. Ну а теперь линия фронта. Да, еще надо сказать, что продолжают. В Харьковской области начали появляться диверсионно-разведительные группы. В эту ночь тоже была попытка проникновения ДРГ противника на нашу территорию. Но здесь наши силы обороны и пограничная служба стараются бдить, чтобы не было потом неприятностей или неприятных сюрпризов со стороны работы ДРГ. Поэтому она была локализована, подверглась огневому воздействию с нашей стороны и отступила на территорию Рашидской Федерации. Ну а теперь фронт. Непосредственно фронт. За прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. Ну в принципе все циклично. Видите, я говорил вам, что вот несколько суток шло снижение боевой активности. До 84 боевых столкновений в сутки. Это означало, что идет перегруппировка. В основном это смена первого эшелона вторым эшелоном. То есть меняются войска местами. Сейчас первый эшелон пойдут подразделения и части на доукомплектование. А поднакопив или вывив на ноль на первую линию части второго эшелона, которые более-менее укомплектованные, которые восстановили боеспособность, противник резко нарастил боевую активность на всей линии фронта. Практически чуть меньше, чем в два раза. Практически в два раза. 84 и 146 боевых столкновений. Соответственно, в позапрошлые сутки и в прошедшие сутки. Итак, на Купенском направлении очень высокая активизация. Здесь, кстати, даже несмотря на подогруппировку и снижение на других оперативных направлениях, тут темпы наступления и количество атак были довольно высокие. Как и в эти сутки. 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестово и Стельмаховка. Предпринял противник на наши позиции. В основном уделяет внимание враг Синьковке для того, чтобы попытаться продвинуться в сторону Купенска. Никто этой идеи в командовании расистских войск не оставил. И они будут пытаться. Там идут очень ожесточенные бои. И на пока наши войска удерживают свои позиции. Отбивают все атаки противника. Но ситуация довольно сложная в плане интенсивности. Я еще напомню, что группировка расистских войск на Купенском направлении в своей основе имеет танковую армию. Она там немножко, с этой армией немножко потянули войск на другие направления танковых подразделений. Но в основном костяк состоит из танковых подразделений. Ну и естественно из боевых бронированных машин, типа боевых машин пехоты. И вот эта ситуация, она осложняет оборону нашим войскам, потому что постоянно приходится бороться с танковыми колоннами противника и колоннами бронетехники противника. Если на других направлениях враг пытается использовать мотоциклы, пытается использовать, кстати они очень часто стали их использовать, в надежде, что это быстрый транспорт для передвижения и за счет маневренности, они думают, что они избегут огневого воздействия со стороны нашей артиллерии и со стороны подразделений FPV дронов. Ничего подобного. Наши дроны успевают и мотоциклы догнать. Далее у нас идет Лиманское направление. Тут количество атак меньше, 11 было в прошедшие сутки. В основном это Макеевка, Невская, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянское лесничество. Но здесь тоже интенсивность боев довольно высокая, несмотря на то, что я вам говорю, что наши войска даже умудряются иногда улучшить свое тактическое положение, то есть выбить врага с его занимаемых позиций и немного сконфигурировать линию фронта на отдельных участках. Особенно это у нас получалось, название осталось Серебрянское лесничество, но леса там уже нет. Были недавно видеокадры, где показали, что там одни головешки деревьев, посеченные осколками и обгоревшие от пожаров. Пожаров, которые возникают в результате артиллерийских разрывов. Но здесь тоже ситуацию нашим войскам удается держать под контролем. Все 11 атак противника, несмотря на ожесточенность этих атак и довольно высокий напор, удалось отбить. И враг не смог продвинуться вглубь нашей обороны. Линия фронта осталась без изменений. Бахмутское направление. Ну вот здесь его расширило наше командование, оно уже включает в себя и Белогоровку, мы уже об этом давно говорим. Но здесь идет довольно сложная ситуация. Почему? Потому что враг пытается решить две такие основные задачи на Бахмутском оперативном направлении. Это попытаться, прорвав нашу оборону, срезать северский выступ. А вторая задача это вклиниться в нашу оборону, создать плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Константиновка-Курахова. Это Часов-Яр. И там, и в Часовом Яру, и вокруг города Северска, вот на всем этом Северском выступе идут очень ожесточенные бои. 26 атак было предпринято врагом в прошедшие сутки на Бахмутском оперативном направлении. Начиная от Белогоровки, Андреевки, Верхнекаменская, Новый, Выемка, Ивановская, Клещиевка. То есть везде идут атаки вражеских войск. К сожалению, ситуация очень тяжелая и на отдельных участках этого направления она даже в последние дни, я бы сказал, стала критической. Имеется ввиду, что опять, кстати, мы упираемся в систему управления войсками наших войск, которые несут здесь оборону. Опять появляется, ну, трудно объяснить, вроде же уже отчитался наш самый главный военный о том, что налажена система ротации подразделений на различных оперативных направлениях. И тут выясняется, что на одном из участков Бахмутского оперативного направления есть бригада, которая год, год держит оборону и находится там без ротации. Естественно, боевой потенциал этой бригады, ее боеспособность, она снижается. Потери, потери, это неизбежный процесс в ходе войны. В результате чего в течение этой недели и предыдущей недели произошло прорыв на участке одного из подразделений этой бригады. И на сегодняшний день, это не сегодняшний прорыв, сразу я еще раз подчеркиваю, этот прорыв произошел в начале этой недели и в конце предыдущей. То есть это уточнение линии фронта, но сам факт, что врагу удалось в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села, прорвать нашу оборону на участке одного из подразделений. И это произошло только благодаря тому, что подразделение достаточно долгое время было на позициях, без ротации и практически исчерпало свои ресурсы. То есть фактически потеряло боеспособность. А при этом российское командование, они очень четко вычисляют вот такие слабые места. И туда, на этот участок, практически весь участок от Белогородки до Раздолевки, противник сконцентрировал подразделение воздушно-десантной дивизии. И они все равно делают упор, туда идет и отбор, военкоматы туда отбирают более боеспособных и более молодых и сильных, мобилизованных. Нету такого, как было раньше, с минимальной обученностью и отсутствием военных навыков в освоении военно-учетной специальности. Нет, такого уже нету. Они укомплектовывают и делают упор, я вам обращал внимание неоднократно, что вражеское командование делает упор именно на подразделения воздушно-десантных войск. И где надо прорывать оборону, и где надо усилить атакующие действия, туда везде бросается подразделение воздушно-десантных войск. Причем даже о морской пехоте они своей подзабыли, потому что мы ее хорошенько так потрепали в боях, но вот воздушно-десантные войска, видите, они приносят их переброски на отдельные участки для усиления атакующих действий, приносят свои, к сожалению, свои плоды. И враг имеет частичный успех. Да и в целом бригада, наша бригада, которая стоит в этом районе, она уже больше года находится без ротации. И тоже держится фактически на грани своих сил. Вот такая вот тяжелая обстановка на Сиверском выступе сложилась на сегодняшний день. И теперь опять надо ехать самому главному военному и решать вопросы ротации. Только же вроде бы все порешали и все провели. А сейчас враг, благодаря вот таким частичным успехам, пытается прорваться в направлении города Сиверск, чтобы срезать вот этот Сиверский выступ. Силы обороны, конечно же, стараются удерживать противника. И здесь опять получается такая же картина, примерно, как только в меньшем масштабе на Сиверском выступе. Если в Серебрянском лесничестве, то есть на Северном или на правом фланге, если смотреть от противника, наши силы обороны удерживают в районе Серебрянского лесничества любые попытки врага продвинуться в направлении Сиверска, то южный фланг опять, получается, стал более слабым в районе Веселого. И противнику удалось частично подвинуть наши войска с занимаемых позиций. В остальном, на Бахмутском направлении, кроме вот участка в районе Веселого, линия фронта остается без изменений. На остальных участках, в оперативном направлении, нашим войскам удалось удержать свои оборонительные позиции, удалось отбить все атаки противника. Линия фронта на остальных участках осталась без изменений. Далее у нас идет Авдеевское направление. И тут, вот тут враг опять продолжает сосредотачивать. Тут самый большой всплеск боевой активности. 45 атак было предпринято расистскими войсками на Авдеевском оперативном направлении. И это практически вся линия фронта. Это Новоалександровка, Евгеневка, Сокол, Новоселовка, Первая, Калиновая, Новопокровская, Семеновка, Уманская, Нитайлова и Невельская. То есть, практически враг атаковал беспрерывно на всем оперативном направлении. В надежде прорвать хоть где-нибудь нашу оборону. Сразу скажу, что прорвать оборону врагу не удалось. То есть, никаких там глубоких вклинений и больших прорывов не состоялось. Мы удержали в общем оборону. Но, к сожалению, в районе Нитайлова и Южнее Первомайского наши войска вынуждены были оставить несколько позиций, которые они обороняли. И враг на этих участках в районе Нитайлова и Первомайского имел частичный успех. Продвинулся на несколько сотен метров вглубь нашей обороны. Но это в основном похоже на выравнивание линии фронта. Потому как в каких-то особых вклинений, правда, южнее Первомайского там небольшое вклинение. А вот в районе Нитайлова там фактически выравнивание линии фронта с последующим занятием обороны на новых рубежах. Так что, несмотря на то, что наши войска отошли, говорить там о каких-то прорывах на данном оперативном направлении нет оснований. На остальном участке фронта здесь, на этом оперативном направлении, изменений не произошло. Далее идет у нас Новопавловское направление. И здесь силы обороны Украины продолжают сдерживание врага. Тоже довольно высокая активность. 11 атак было предпринято расистскими войсками. В основном атаковали в районе Красногоровки, Константиновки, Просковеевка. Водяное и Урожайное. То есть практически на всем протяжении, за исключением промежутков между населенными пунктами, враг пытался продавить нашу оборону. И здесь при поддержке авиации на Новопавловском направлении, ну они хотят зайти это направление на Покровск. Здесь они пытаются, прорвав нашу оборону, замысел такой, прорвав нашу оборону, постараться максимально совершить бросок в направлении Покровское. Для рассечения нашей группировки. Но тут оборона, кстати, на Новопавловском направлении, она более устойчивая, чем на Бахмутском и на Авдеевском. Тут враг имел меньше всего успехов в продвижении вглубь нашей обороны. Она здесь наиболее стойкая. Ореховское направление. Здесь противник 19 раз атаковал позиции наших войск, в основном районе Старомайорского. Но они решили вернуть, видимо, Старомайорское, выровнять линию фронта хотя бы на уровень первой линии обороны, которую мы прорвали еще летом прошлого года. Поэтому в районе Старомайорского происходят самые ожесточенные бои на этом участке Ореховского направления. 19 атак совершил противник, но наши силы обороны отбили все атаки врага. И линия фронта осталась без изменений. Обратите внимание, что даже активные атаки в районе Работина или северо-западнее Вербового практически в эти сутки враг не предпринимал. Там были позиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими ударами. В основном сосредоточился на Ореховском направлении, сосредоточился в районе Старомайорского. Далее у нас идет Херсонское направление. Ну, здесь я вам говорил, что плацдармы наши на левом берегу продолжают сражаться. Четыре попытки было сбросить наши войска с левого берега, предпринято арширским командованием. Ну, ни одна из попыток не увенчалась успехом. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. А плацдармы продолжают сражаться, продолжают наращивать боевые потенциалы и наносить врагу максимальный урон. Далее мы два слова скажем об огневых задачах, выполненных силами обороны Украины. Итак, авиация, силы обороны Украины и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по трём средствам ПВО рашистских войск, по двум районам огневых позиций артиллерии и врага, по десяти районам сосредоточения личного состава и техники врага, а также по одному другому важному объекту противника. В сутки общие потери рашистских захватчиков на всей линии фронта составили в личном составе 1300 оккупантов сегодня. Видите, количество боевых столкновений резко возрастает, количество потерь у противника. То есть, почему? Потому что количество штурмов наших позиций, оно возрастает. А многие штурмы идут в пешем порядке, что и приводит к большим человеческим потерям со стороны рашистских войск. Также враг потерял за прошедшие сутки в технике в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 35 единиц, в артиллерийских системах 23 единицы, в реактивных системах залпового огня 1 единицу, в средствах ПВО 1 единицу, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 47 единиц, ракеты различного типа 41 единица, автомобильной техники 69 единиц, и специальной техники 8 единиц. Ну и также можно приплюсовать, вот сейчас, ну это будет завтрашней сводки, но все равно не могу пройти мимо. Сегодня в первой половине дня на Авдеевском оперативном направлении наши войска сбили Су-25, вражеский Су-25. Кстати, это говорит о том, что это уже второй Су-25, сбитый на этом оперативном направлении за последние несколько суток. И это говорит о том, что на конце концов на линии фронта стали появляться средства ПВО ближнего радиуса действия. Вполне возможно, что использовались переносные средства, вполне возможно, что это были стингеры. Но во всяком случае, вот таких полетов, как на видео нам раньше показывали, точнее публиковали, не нам пока, а публиковали в своих телеграм-каналах рашистские военкоры, когда Су-25 заходят со стороны Бахмута на часов яр и разворачиваются практически над головами наших войск. Но такого уже явно не будет. Все-таки, особенно на Авдеевском направлении, где они тоже пытаются наносить удары с помощью кабов и заходят довольно близко, подходят к нашим войскам. Вот уже положили за неделю, положили второй Су-25. Вот такая военная обстановка сложилась на линии фронта от Сватова до Олешек. И, в общем-то, такая военная ситуация сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Но прежде чем мы перейдем к военно-политическому разделу, я хочу рассказать, сегодня ночь была неспокойная и у врага, в логове врага. Встание противника, крики и паника. Так вот, наши дроны, дрон под названием «Людь», предположительно под названием «Людь», потому что пока что нет подробностей и официально никто не объявил об этом, я имею в виду из наших силовых структур. Но, тем не менее, дрон под названием, предположительно «Людь», побил очередной рекорд дальности боевого применения – 1500 километров. На удалении от границ Украины, на удалении 1500 километров, там чуть-чуть меньше, в Башкирии сегодня ночью был атакован нефтеперегонный завод. По некоторым данным, дрон принадлежит службе безопасности Украины. И служба поздравила, наверное, таким образом с 9 мая Рашистскую Федерацию. У них сегодня пик победобесия, они отмечают победу в Великой Отечественной войне, хотя весь цивилизованный мир вчера – день памяти, день победы над нацизмом и день памяти жертв Второй мировой войны. Рашистская Федерация продолжает разгонять легенду, придуманную советской пропагандой, о Великой Отечественной войне. Хотя это всего лишь эпизод Второй мировой войны, в котором они отсекли с 1939 по 1941 год целых практически два года войны, где Советский Союз вместе с Германией делил Восточную Европу. Захватил страны Балтии, захватил часть Восточной Польши и помогал фашистской Германии штурмовать Брестскую крепость. И потом был совместный парад советских войск вермахта в побежденном Бресте. Так вот, вот такой вот своеобразный, наверное, привет передала служба безопасности, ударив по нефтеперегонному заводу аж в Башкирии. Аж на удалении 1500 километров от границ Украины. Дальнобойный дрон посетил республику Башкир-Кастан, где поразил нефтеперегонный завод «Газпромнефтехим Салават». Называется это «Газпромовский завод». Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти. По данным наших источников, этот дрон был службы безопасности. «Газпромнефтехим Салават» является одним из крупнейших в Российской Федерации производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дистоплива и других видов нефтепродуктов. Служба в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Так что нефтеперегонный фронт или борьба на нефтеперегонном фронте Российской Федерации нашей службы безопасности продолжается. И, кстати, достаточно одного дрона. Главное попасть в самое сердце завода, нарушив технологическую цепочку. Теперь завод может быть полный нефти. Да, у него еще есть какие-то резервуары, заполненные готовой продукцией, то есть бензином, дистопливом, маслами, нефтехимией. Но сам процесс уже остановлен и понадобится месяц для того, чтобы его восстановить, а может быть и больше. Потому что вот эти все основные колонны, нефтеперегонные, каталитические и так далее, они все в основном импортного производства. Россия их не производит самостоятельно. А купить их становится сегодня все сложнее и сложнее. Но это был не один привет или бавовно от службы безопасности. Дело в том, что еще и в Краснодарском крае беспилотники службы поразили две перевалочные нефтебазы. Это очень важный объект. Через эти нефтебазы шло топливо на расистским войскам, которые находятся на наших оккупированных территориях. Как в Крыму, так и на материковой части Украины. А вот здесь уже, это населенный пункт Юровка, село Юровка Краснодарского края и недалеко от города Анапа. И по данным источников, это была очень успешная операция, несмотря на то, что и губернатор, и Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все сбили. Все сбили, но местные жители, спасибо им большое за это, надо будет объявить благодарность, снимая пожар, ночной пожар и саму атаку дронов, все прекрасно рассказали, все показали на видео. На видео четко видно, как горит нефтебаза перевалочная, слышно жужжание дрона в небе. И снимающий местный житель этот пожар и атаку произносит волшебные слова. Он говорит, о, седьмой летит, сейчас будет седьмой взрыв. И действительно падает дрон и происходит взрыв, который усиливает пожар. Кстати, пожар продолжается до сих пор. На данный момент, на данный момент, уже прошло почти, ну, больше половины суток, он продолжается. В тушении пожара принимает участие 62 человека и более 100 единиц специальной пожарной техники. А это значит, что горит, база горит практически полностью. Тем более, вы не забывайте, что там есть нефтепродукты, которые очень-очень тяжело тушатся. А температура горения у них очень и очень высокая. Так что, видите, местным жителям все-таки верится больше, чем Министерство обороны Российской Федерации. Все сбили и все прекрасно, ничего не случилось. А местные говорят, да, вот еще один летит, сейчас будет седьмой взрыв. Седьмой взрыв, семь взрывов на нефтебазе. То есть, практически, я не знаю, нет у нас пока данных, сколько дронов было отправлено. Ну, не важно, но семь дронов практически базу сожгли. Посмотрим, сколько она еще будет гореть и посмотрим, что от нее останется в результате этих пожаров. Так что, сезон Бавовны на российских НПЗ и нефтебазах в самом, опять перешел в свой такой активный период. Ну, я бы сказал, опять он в разгаре. И служба борется, как и обещал глава службы Василий Малюк, служба безопасности Украины борется на нефтеперегонном фронте довольно успешно. Подрывая экономическую мощь Рашистской Федерации. Лишая, стараясь максимально лишить рашистские войска топлива. А мы знаем, что топливо это кровь армии. Ну, а вот теперь немножко поговорим о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Ну, вы все знаете, что вчера Верховная Рада ухвалила во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации осужденных. Очень долго была дискуссия вокруг этого закона. Были опасения, что им могут воспользоваться, ну, допустим, коррупционеры. Да, и подписав контракт с вооруженными силами, избежать наказания и поехать служить вооруженной силе Украины. Но, эту норму убрали из закона. И, смотрите, есть куча ограничений. То есть, лица, которые совершили тяжкие преступления, преступления против основ национальной безопасности Украины, преступления, преднамеренное убийство двух и более человек или сопряженное с изнасилованием, сексуальное преступление сексуального характера, совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152, 258, 286 Уголовного кодекса, Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законном порядке. Также, лица, совершившие посягательство на жизнь правоохранителей, лица, совершившие особо тяжкие коррупционные правонарушения, лица, занимавшие особо ответственное положение, независимо от статьи преступления, министры, депутаты, их заместители и помощники и такие прочие, не имеют возможности подписания контракта, то есть, они не могут воспользоваться нормами этого закона. Мобилизация будет осужденных осуществляться по решению суда на добровольных началах, лицо, которое хочет подписать контракт, должно иметь соответствующее состояние здоровья, а также иметь более трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения наказания. То есть, меньше трех лет тоже контракт подписываться, возможно, не будет. Для мобилизации осужденного необходимо согласование командира воинской части, который будет осуществлять административный надзор за такими лицами. Они будут проходить службу в отдельных подразделениях. Да, в составе частей, но отдельное подразделение. Допустим, батальон, рота будет сформировано, трудно сказать, потому как сейчас идет оценка, ну, по предварительной оценке, по заявлению одного из народных депутатов, может быть 15-20 тысяч мобилизационный резерв, который можно, вот в рамках этого закона, можно будет отмобилизовать в местах лишения свободы. Вот такой вот закон. Сейчас его должен подписать глава Верховной Рады и отправить на подпись президенту Украины. А там уже дальше он после публикации вступает в силу, и тогда может начаться отбор кандидатов на подписание контрактов с вооруженными силами Украины. И мобилизация осужденных в рамках вот этого закона. Очень много вопросов, и всех интересует, куда же делся экс-главком вооруженных сил Украины Валерий Федорович Залужный. Вот сегодня, наконец-то, развеяны все сомнения, и появилась ясность в его судьбе. Сегодня на сайте президента Украины появились два указа. Один от вчерашнего, дата стоит 8 мая, которым президент Зеленский уволил генерала Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды. И сегодня утром появился второй указ, это 9 от 9 мая, где назначен Валерий Федорович Залужный, назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. То есть, с данного момента он официально чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии. Ну что ж, пожелаем ему удачи. И надеемся, что может быть он еще вернется и проявит себя в Украине на разных должностях. У него, кстати, очень обширное образование и довольно качественное. Он всегда учился на отлично. Недаром он был награжден переходным призом, мечом, королевы, рыцарским мечом, которым его наградила королева Великобритании, а вручал ему полномочный и чрезвычайный посол Великобритании в Украине. По итогам обучения в Академии Генерального Штаба. Далее, очень интересная новость. Одно из самых авторитетных изданий Соединенных Штатов, Foreign Affairs, опубликовало материал, где практически прямым текстом призвало Украину продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Издание указывает, что кроме очевидного ослабления Российской Федерации, эти удары прямо выгодны многим другим странам, поскольку снижает международные цены на нефть. То есть, понимаете, да, если раньше лоббисты, которые пытались, даже там и через Лойда Остина, и некоторые представители Белого дома, там рекомендовали нам не наносить удары по НПЗ, что это якобы влияет на повышение цен на нефть на мировых биржах. Хотя тогда мы с вами разбирали этот момент, что на российскую нефть наложены санкции, и российская нефть не может продаваться выше определенного порога цены, который установлен санкциями Европейского Союза и Большой Семерки. И Соединенные Штаты, они как входящие в Большую Семерку. Так вот, оказывается, все наоборот. Эмбарго на российскую нефть и вывод из строя нефтеперерогонных заводов не влияет на повышение цен на бензин, допустим, в тех же Соединенных Штатах, или на цен на нефть на мировом рынке, а наоборот, снижает. А из-за чего снижает? Снижает из-за того, что Российская Федерация, не имея топлива, вынуждена продавать, валюта же нужна, надо зарабатывать валюту для ведения войны. Российская Федерация в серую и в черную начала активно продавать сырую нефть. Что и ударило по ценам, помимо, вот здесь мировые цены на нефть пошли вниз. В результате того, что Россия теперь заваливает дешевой сырой нефтью, пытается, точнее, серой и черной рынки. Кстати, они там нашли в районе Греции, они нашли там бухту, залив небольшой, где осуществляется перекачка этой нефти. Ну, раз уже карту эту опубликовали, с указанием координат этого залива, где они там перекачивают нефть, то я думаю, что сейчас Соединенные Штаты, их финансовая разведка быстро разберется, какие фирмы принимают участие в этой транспортировке, и тоже закроет этот краник для Российской Федерации. Кстати, само вот надо... И, кстати, это же издание указывает, что удары по НПЗ российским являются абсолютно легитимной целью, а количество пострадавшего от атак персонала, оно минимально. Ну, не выполняет требования воздушной тревоги, это же, вы же понимаете, да? Человек, который, услышав сигнал воздушной тревоги, или, допустим, если местные советы, как вот, например, в Москве, они упорно не хотят подавать сигнал воздушной тревоги, дабы не нервировать жителей российской столицы. А в результате получается, что люди оказываются под ударами. Это уже ответственность местных властей или самих граждан. Так вот, еще это издание, надо сказать, что оно не партийное. То есть, это издание не принадлежит и не ассоциируется ни с одной из партий в Соединенных Штатах. И там всего две. Демократическая и республиканская. Однако, его читает огромное число политиков. В этом контексте его публикация может значительно повлиять на консолидацию дальнейшей поддержки Украины. Если раньше говорили, что эти удары могут наоборот отвернуть от нас какую-то часть политического эстеблишмента в Соединенных Штатах и там какую-то долю читать, то здесь наоборот. Издание подчеркивает, что его, точнее не издание, а отзывы о нем говорят о том, что популярность этого издания как нейтрального, внепартийного, очень высокая среди политического эстеблишмента и среди чиновничьего аппарата Соединенных Штатов. И его публикации очень многие читают, и это может способствовать консолидации мнения среди чиновников и политиков США о поддержке Украины. Чем дальше, тем больше поддержки. То есть это сыграет нам еще и на пользу. Вот такой вот даже вывод. Видите, оказывается, наши дроны, которые летят уже даже на 1500 километров, влияют или помогают снижать цены на международных торговых площадках нефтяных в результате вот этих вот систематических ударов по нефтеперегонным заводам Рашизской Федерации. Далее сейчас проходят консультации и заседания в формате ОДКБ. Это организация договора коллективной безопасности. Ну, мы знаем, что туда входят в основном бывшие, часть бывших республик Советского Союза, которые стали независимыми государствами. И возглавляет это все Рашизская Федерация. Создавали они что-то такое наподобие, наверное, противовеса НАТО. Это непонятно, потому что основным там спонсором является Рашизская Федерация, но это ОДКБ в качестве военно-политического блока ни разу не было применено на практике. То есть никто никогда не оказывал помощи. Ну, некоторые говорят, что ввод войск, рашизских войск в январе 22-го года, точнее, в декабре 21-го и в январе 22-го года в Казахстан, что это якобы в рамках ОДКБ. Ну, может быть. Хотя официально таких объявлений или документов не было. Тогда президент Казахстана Такаев обратился напрямую к Путину с целью помочь. И были переброшены десантные части, опять же, десантные части для помощи правительственным войскам и правоохранительным органам. Но, правда, сразу после выполнения боевой задачи они оттуда вот так же быстро убрались, как туда и заходили. Так вот, к чему это все рассказывают? Дело в том, что сейчас проходят консультации по поводу финансирования. ОДКБ. То есть надо же скидываться в общий котел и формировать бюджет этой организации, я так понимаю, на текущий год. А оказалось, что Армения, во-первых, не прислала своего представителя на эти заседания, на эти консультации. И премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна де-факто уже, он еще в феврале этого года, текущего года, Пашинян заявлял о том, что Армения замораживает свое участие в такой организации, как ОДКБ. Они, кстати, именно заморозили, потому что ОДКБ не проявило никакой реакции на события в Азербайджано-Армянской войне по освобождению или возвращению Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, то есть в освободительной войне Азербайджана. Ни помощи, ни военной никакой не было оказано, и Армения Пашинян принял решение заморозить. Также не раз говорил о возможности полного, Пашинян заявлял, о возможности полного выхода страны из организации, поскольку, по его мнению, ОДКБ не выполнило условия договора в отношении Армении, не отреагировав на военный конфликт с Азербайджаном в 21-22 годах. Ну вот, и на сегодняшний день Армения отказалась полностью, вообще вносить какие-то средства в бюджет ОДКБ. Ну, фактически, эта организация как была мертвой, так она практически умерла. Я думаю, что Армения пока что официально не объявляет, используя вот угрозу объявления о выходе из этой организации. Это, кстати, был бы нонсенс, и фактически можно было бы считать организацию развалившейся, если бы Армения заявила о выходе. Видимо, Армения не заявляет по причине использования этого факта, как рычага давления на Российскую Федерацию. Ну, посмотрим, как они дальше будут играть в эти игры. Ну, тем не менее, все заседания проходят без присутствия представителей Армении, и Армения сказала, что не даст ни копейки денег в бюджет ОДКБ. Вот такая вот мощная организация, которой Путин пытался пугать НАТО. Послы Европейского Союза встретились на совместном заседании, они сейчас председательствуют Бельгии в Европейском Союзе, и один из главных вопросов, они согласовывали решение об использовании прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Эти деньги послужат для поддержки восстановления Украины и военной защиты в контексте российской агрессии. Ну, вот то, что я вам вчера говорил, что мы будем, и в заголовке даже написал, что Украина будет покупать оружие за российские деньги. То есть Россия будет оплачивать вооружение украинской армии для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Так вот, послы Европейского Союза сегодня окончательно согласовали этот вопрос, и все согласились, включая Венгрию. Тоже проголосовала за, и на сегодняшний день, пока что речь о конфискации активов, как я вам говорил, не идет, но, а там в Бельгии самая большая сумма, там 200, где-то порядка 80 миллиардов, и в общем начисление, на годовое начисление процентов на сумму этих активов составляет 3,3 миллиарда долларов в год. Довольно большая сумма, 3,3 миллиарда, да. Это, считайте, если малых пакетов помощи, то это 6, там, до полумиллиарда, а то и больше, а то и 7. А если больших пакетов помощи, то это 2, где-то по полтора миллиарда, вот как нам обычно давали в прошлом году Соединенные Штаты, этого хватало на несколько месяцев введения войны. Единственное, там бы решался вопрос, какую формулу применить. Ранее предлагала Еврокомиссия, что 90% от этой суммы должны пойти на покупку оружия для нужд вооруженных сил Украины, а остальные 10% на деньги на восстановление страны. Ну, даже если останется так, то, что 90%, ну, это будет 300 миллионов, а отнимите от этой суммы, которые пойдут в фонд восстановления Украины, и 3 миллиарда на вооружение для силы обороны Украины. Так что все, вопрос согласован. Сейчас механизм будет запущен, и Украина в этом году уже получит... Ну, а мы начали выплаты еще весной, я вам расскажу, точнее, да, в начале весны были сообщения в марте месяце о том, что первые выплаты процентов по этим суммам уже перечисляются в фонды помощи Украины. И через эти фонды потом закупаются необходимые товары вооружения и техника. Теперь это уже утвержденный механизм, который начинает работать и будет осуществлять перечисление этих денежных средств. Так это только начало. Дальше же еще будут репарации, будет судебный процесс над Рашистской Федерацией и ее военными преступлениями. И там уже будут решать более конкретно, как и из чего выплачивать Украине все репарации, которые за ущерб, нанесенный Рашистскими войсками и самой Рашистской Федерацией в ходе этой агрессивной войны против Украины. Далее. Министерство внутренних дел Великобритании заявило о высылке из страны российского военного атташе. Об этом сообщает Reuters. Агентство со ссылкой на главу ведомства Великобритании сообщает, что несколько объектов недвижимости, связанных с Рашистской Федерацией, будут лишены дипломатического статуса, а также будут введены ограничения на российские дипломатические визы, включая продолжительность времени пребывания по дип-визе, которую российские дипломаты могут проводить в самой Великобритании. Связано это со злонамеренной деятельностью России в Британии и Европе. Ну смотрите, в военной атташе есть несколько дипломатических должностей, которые относятся к разведке и считаются, они официально заявлены, что они могут вести разведывательную деятельность, то есть собирать информацию, передавать ее и так далее. Но имеется в виду не со шпионами, но они заявлены как представители разведки, в том числе военные атташе. Кстати, посол тоже заявляется, как принадлежащий к разведке. Четыре должности. Так вот, этот атташе не был заявлен как официальный разведчик, хотя являлся офицером разведки Рашистской Федерации. Когда британская разведка об этом узнала, плюс они проверили деятельность, они там организовали какую-то общественную организацию, по-моему они арендовали эти помещения и попросили Министерство внутренних дел Великобритании предоставить им статус дипломатический. Что значит дипломатический статус? Это территория этих зданий пользуется экстерриториальностью, то есть внутри этих зданий действуют законы Рашистской Федерации. Это считается территорией Рашистской Федерации. Вот это дипломатический статус. На территорию посольства нельзя зайти без разрешения сотрудников посольств или посла, потому что это считается территорией того государства, с чего посольство там располагается. Даже машина с дипломатическими номерами, почему автомобили посольств имеют отдельные номерные знаки, они тоже пользуются экстерриториальностью. То есть пока сотрудник посольства или гражданин, человек вообще находится в этой машине, он защищен международным правом, потому что внутри машины законы той страны, к посольству которой, или консульству, или дипслужбе которой она принадлежит. А вот то, что говорит Министерство внутренних дел Великобритании, то есть те здания, которые использовались сотрудниками, под руководством вот этого военного атташе Рашистской Федерации, с них дипломатический статус сняли. То есть теперь полиция может смело проводить там любые оперативно-следственные действия, и это уже территория Великобритании, внутри этих зданий. Вот так. Ну, такие высылки, они не проходят бесследно. Обычно в дипломатии всегда идет око за око, зуб за зуб. То есть сейчас мы должны ожидать в ближайшее время высылку дипломатов посольства Великобритании из Рашистской Федерации. Но, это всегда, ну, всегда так происходит, идет вот такой вот обмен, такое противостояние. Но, когда происходят такие высылки, это говорит о том, что отношения этих стран крайне плохие, и они ухудшаются. Обычно, когда увеличивают штат посольства, когда расширяют помещения для сотрудников посольства, или миссии при посольстве, или организации при посольстве, это свидетельствует о том, что отношения между странами улучшаются, и все идет хорошо. Когда начинают высылать дипломатов, это значит все плохо, и отношения швах-швах-швах между этими странами. Ну, и давайте новости из-за поребрика. Она сегодня одна. Новость, как я уже и анонсировал чуть-чуть ранее. Сегодня в Российской Федерации пик Победобесия отмечает День Победы. Праздник пляски на костях и песнопения, во что они превратили этот праздник. Кстати, даже такой церемониал, как память о жертвах погибших в этой войне, его тоже сократили практически до одной минуты молчания. Все. Возложение цветов к могиле неизвестного солдата или к вечному огню уже даже не проводится. Лучше пообмыть ордена ветеранов, которые уже не воевали, потому что 79 лет. призывали до 18 лет, точнее с 18 лет, плюс 4 года войны, ну, даже если считать с 41-го, да, это 22 года. 22 плюс 80, это 102 года сегодняшнему ветерану должно быть. Ну, 101. Плюс 79. В следующем году 80 лет. Это первый момент. То есть ветераны, это уже дети ветеранов, скажем так, и внуки ветеранов сегодня маршируют там и празднуют. Празднуют. У них праздник. Положили миллионы, десятки миллионов людей, и о них можем повторить. Вот это девиз. И еще один момент. Я уже говорил вам, что Великая Отечественная война, это эпизод Второй мировой войны, который был выделен советской пропагандой для того, чтобы убрать 39-41 год, когда Советский Союз воевал вместе с фашистской Германией. И делил Европу вместе с фашистской Германией. В этот период произошли войны с Финляндией. В Карелии было три войны, где Советский Союз, несмотря на то, что понес колоссальные потери, но все-таки откусил кусочек Финляндии. Удалось им захватить. В этот период произошел захват стран Балтии. В этот период произошел захват Восточной Польши. Так что, чтобы вот этого момента не было, решили придумать, что вот она Великая Отечественная от момента нападения, когда переругались между собой основные главные союзники Советский Союз и фашистская Германия. И фашистская Германия решила напасть на Советский Союз. Вот это вот выделяется как бы в отдельный эпизод под названием Великая Отечественная война. Хотя реально война длилась с 1939 по 1945 год и закончилась она подписанием капитуляции Японии после применения ядерного оружия Соединенными Штатами против империалистической Японии. Сегодня они союзники в Индо-Тихоокеанском регионе. Так вот, парад. Парад на Красной Площади. Человек, похожий на Путина, проводит этот парад. В Москве на Красной Площади присутствуют на этом параде. Ну, он, кстати, уже третий парад в ходе массированного вторжения расистских войск в Украину. Присутствовали в этом году самопровозглашенный президент Белоруссии, президент Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Туркменистан, кстати, вызывает, точнее Таджикистан вызывает немножко вопросы, потому что после теракта в Крокусе, ну, тот позор или то количество дерьма или сколько вылила расистская пропаганда на Таджикистан, обвиняя его в участии в этом теракте, ну, он все равно приехал. Ну, это их внутренние дела. И международные гости, внимание, международные гости, лидер Кубы, Лаоса и Гвинеи Бесау. Вот три иностранных лидера, которые присутствовали на этом победобесе. Второй год подряд на параде присутствует один-единственный танк Т-34, который еще на ходу. Ни арматы, ни сарматы, ничего этого на параде не было. Было прохождение торжественным маршем, участвовало порядка 9 тысяч личного состава, в том числе и были юнармия, то есть там практически школьники маршировали, 70 единиц техники проехало различного типа, ну, в основном основу составляли ракетные войска стратегического назначения, ну, потому как они не задействованы в этом конфликте, все остальное, все ушло в пользу фронта. Кстати, год назад парад был намного пышнее, чем этот. С каждым годом парад сжимается и по количеству личного состава. В прошлом году было 10 тысяч, в этом 9 тысяч. В прошлом году было 125 единиц техники, в этом 70 единиц техники. То есть нехватка уже, ну, Шойгу сжаловался, что вот. Была коробка так называемых героев, так называемой специальной военной операции. Вот. Ну и как всегда Путин, или тот, кто на него там похож, обвинил Запад в том, что кто-то пытается извратить историю, переписать, не дадим, нас хотят обидеть, не дадим, не позволим, нас должны все бояться. Кстати, я напомню, ну, даже, кстати, вот природа, и та, за час до парада поднялся сильный ветер, пошел снег, даже природа была против проведения этого парада. Но, тем не менее, кстати, я напомню, что настоящая капитуляция фашистской Германии была подписана 8 мая. И ее подписал представитель советского командования, не помню фамилии этого генерала, вместе с американским представителем, с французским представителем, и от Германии Кейтель подписывал капитуляцию. На что Сталин отреагировал очень болезненно и заставил переподписать, настоял на переподписании капитуляции. Кстати, Франция и Германия прислали уже там вторых, третьих, пятых лиц на эту чисто, будем, постановочную церемонию, которая была сделана под камеры по настоянию Советского Союза и подписывал ее Жуков 9 мая. Но настоящая капитуляция была подписана 8 мая. Поэтому весь цивилизованный мир и отмечает День памяти жертв Второй мировой войны и победы над нацизмом 8 мая. Ну что ж, вот такой выпуск сегодня получился у нас с вами. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы его могли увидеть большее количество людей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok